Сектор газа угрожает Евровидению Сектор газа угрожает Евровидению В ответ на ракетные удары боевиков Израильтяне бомбардируют объекты Хамаса и Исламского джихаду 2. Газета «Коммерсант» номер 77 от 6 мая 2019 года Строение 5 Четверо израильтян погибли в результате запуска ракет из сектора газа Здесь такого не помнит с 2014 года Эскалация Палестино-Израильского конфликта была спровоцирована палестинским движением Исламский джихад и привела к жертвам с обеих сторон Обострение ситуации произошло менее чем за две недели до открытия конкурса Евровидения, который должен в этом году пройти в Тель-Авиве В течение двух суток палестинские движения Хамас и Исламский джихад запустили в сторону Израиля свыше 600 ракет Погибли четверо израильтян В ответ Израиль нанес около 300 ударов по сектору газа Согласно официальным данным, погибли по меньшей мере 20 палестинцев Две предыдущие эскалации вокруг сектора газа, в ноябре прошлого года и в марте этого, закончились соглашениями о прекращении огня, достигнутыми при посредничестве Египта Мартовские соглашения многие израильские эксперты называют беспрецедентными По данным СМИ, речь шла об увеличении промысловой зоны для палестинских рыбаков до 15 миль, расширении объемов и номенклатуры ввозимых в газу товаров, реализации там проектов по реконструкции под эгидой ООН Обсуждался и перевод Катарам новых 15 миллионов долларов на зарплату жителям газа После первого транша в ноябре Хамас отказался принимать деньги из-за жестких условий контроля финансовых потоков, выдвинутых Израилем Катар решил осуществить перевод денег через ООН, но выплаты задержались из-за ооновской бюрократии Это стало одним из поводов для новой эскалации Как Израиль и Хамас помирились с ракетами в ноябре В минувшую пятницу в ходе пятничных протестов в секторе газа под общим лозунгом «Великий марш возвращения», ставших за последний год традиционными, снайпер исламского джихада и ранил двух израильских военнослужащих Согласно палестинской версии, так группировка выразила недовольство по поводу промедления в реализации мартовских договоренностей Палестинцы чувствуют, что Израиль издевается над ними и на самом деле не хочет снятия блокады с сектора газа Даже если будет достигнуто перемирие, оно будет хрупким Ситуация будет накаляться вновь и вновь, пока кардинально не будет решен вопрос о снятии блокады с сектора газа, сказал твердый знак один из вдохновителей марша возвращения Ахмета Буартема В то же время жители в Гази на условиях анонимности сказали твердый знак, что устали от игр политиков с обеих сторон конфликта На ранения своих военнослужащих Израиль практически сразу ответил ударом по Гази Первыми целями израильских военных, как обычно, стали объекты Хамаса Как заявил в субботу пресс-секретарь израильской армии Ронин Манилис, Израиль больше не готов мириться с неспособностью этого движения обуздать исламский джихад Вчера премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отдал приказ продолжать массированные атаки против террористических элементов и распорядился усилить войска, развернутые на границе с сектором газа На юг была переброшена бронетанковая бригада По данным твердый знак, пока вопрос о наземной операции не стоит Израиль предпочитает тактику сдерживания при помощи ударов с воздуха В частности, в воскресенье был ликвидирован Ахмед Худари, который отвечал за подпольный перевод денег из Ирана палестинским группировкам в Газу и два члена исламского джихаду По некоторым данным, Хамас запросил о прекращении огня В этом заинтересованный Израиль В середине недели страна отмечает самый главный праздник – День независимости, а еще через неделю в Тель-Авиве должно пройти Евровидение Его организаторы говорят о продолжении подготовки к конкурсу Но ситуация может измениться, если обстрелы продолжатся Как в марте премьер Израиля сократил поездку в Вашингтон из-за обстрелов из газа Точечных операций по ликвидации боевиков Израиль не проводил в секторе газа уже несколько лет Это серьезное предупреждение Но и палестинцы в состоянии увеличить радиус обстрела Следующие сутки станут критичными Но очередное прекращение огня или операция в секторе газа не решат проблемы После жесткого удара по террористам нужно будет искать дипломатические пути с привлечением арабских стран Сказал твердый знак израильский военный аналитик Андрей Коженов Нынешний виток насилия был предсказуем После того как Израиль в первый раз дал добру на перевод денег Хамасу Оставалось только вопросом времени, когда террористы потребуют еще Они не остановятся Сейчас на переговорах при посредничестве Египта выдвигались условия не только о прекращении огня Но и требования экономических послаблений Так что за очередным прекращением огня обязательно наступит новая эскалация Отметила в беседе с твердый знак «Востоковед» бывшая депутат Книсета Ксения Светлова Марья Анна Беленькая Марья Анна Беленькая